ВЫТИГРА И уже в 1715 году по указу Великого Государя на месте нынешнего города ВЫТИГРА появилась государственная верфь, где строились суда для новой столицы. По указу Екатерины II в конце XVIII века ВЫТИГРА получила статус города. В год строила здесь более сотни различных судов, большая часть из которых галиоты. Не случайно корма этого корабля с развивающимся купеческим флагом изображена на гербе города. Новая страница в жизни ВЫТИГРА открылась с началом строительства Мариинской водной системы. Она соединила бассейн Волги с Балтийским морем. Судоходство по новому водному пути было открыто в июле 1810 года. Мариинская водная система являлась крупнейшим во второй половине XIX – начале XX веков в России и в Европе искусственным водным путем. В 1964 году Мариинская водная система была преобразована в Волгобалтийский водный путь. Поскольку трасса водного пути сохранила свое местоположение, а уровни воды были значительно подняты, практически все гидросооружения Мариинки оказались затоплены. Другая же часть была разрушена при строительстве плотин и шлюзов Волгобалта. На этом фоне город Вытигра стал по-настоящему уникальным местом. Здесь, благодаря тому, что новое русло канала было проложено несколько в стороне, сохранился единственный малоизмененный участок Великого водного пути. Сегодня в Вытигре мы можем увидеть целый ряд ценных исторических объектов, относящихся к разным временным периодам функционирования Мариинской водной системы. Поэтому сейчас отправной точкой, безусловно, является осознание и принятие необходимости восстановления и реставрации исторического наследия, и его включение в активную жизнь города не просто в качестве экспоната, а как исторической среды, естественной и удобной для проживания. Сегодня путем участия в различных конкурсных программах реализуются проекты по улучшению внешнего облика города и его благоустройству. Так в рамках проекта «Народный бюджет» совместно с предпринимателями обустраивается один из участков набережной. В 2019 году на средства гранта в рамках Всероссийского конкурса среди малых городов и исторических поселений будет построен участок набережной с воссозданием его исторического облика. Мы все-таки стремимся воссоздать облик набережной, который был привязкой к истории. Вот смотрите, вот красота, да, ну от музея. Да, красиво. Вот это вот фотография 19 века. Ну вот и Аманчанин, да, это дедушка. Вот он как будто говорит, что наконец-то, ну слава богу, наконец-то. Вот очень популярная фотография в интернете есть. Вот Северский мост, он стоит перед, а это вид вот этого дома культуры. Да, да, вот это Воскресенский собор, который сейчас будет так, как он будет. Ну да, к сожалению. Поэтому мы надеемся все-таки, но это учитывая, что мы находимся на Мариинской водной системе, это уникальный объект. У нас есть первый шлюз Святого Сердия, который, к сожалению, сейчас логинирован. И мы очень надеемся, что все-таки нам удастся добиться, чтобы он был восстановлен, и как интерактивный объект. И такого нигде в мире не будет. Ну смотрите, набережная была деревянная. Сейчас мы все-таки набережную будем мастить. То есть она будет в тротуарной плитке, вот, и она будет изоходная практически круглый год. То есть она будет освещением предусмотрено, предусмотрено. Ты назывался фонтан, где будет фонтан, и есть ли к нему коммуникации? Значит, сейчас там ничего нет, коммуникации нет. Будет сухой фонтан наподобие Кириллови в центре города. То есть он будет такой же цветомузыкальный? Да, цветомузыкальный. Это будет доминанта, наверное, такая архитектурная доминанта Вытигра, потому что это будет красивейшая зона отдыха. Единственное историческое поселение Вологодской области, это Вытигра, вошло в федеральный проект, запущенный Министерством строительства Российской Федерации по строительству набережных в исторических поселениях. Поэтому 55 миллионов, это очень хороший результат. Это первая часть набережной, а вот то, что касается круизного кластера, я думаю, что универсанты сегодня нам расскажут уже о дальнейшей перспективе. Мы заглянем, как говорится, за горизонт. В программе 19-25 мы пошли по иному пути и закрепились с новым пластером «Русские берега», объединяющий в себе Череповец, Кирилла Белозерская, Усть-Игубинская, Шексна и Вытигра. В настоящее время в сводном плане федеральной лицевой программы, которая производит финансирование уже начиная с 2019 года, проект «Витегория Коробейная страна» находится на финансировании с 2020 по 2022 год. Город может и должен изменяться и развиваться, но невозможно забыть его историческое наследие. Возрождение малых исторических поселений России на основе развития туристской индустрии с воссозданием историко-культурного ландшафта и сохранения духа места на примере города Вытигра. Под таким названием в январе 2019 года прошел межведомственный круглый стол. Перед началом работы круглого стола для более глубокого изучения исторического прошлого Вытигры участников ждала пешеходная экскурсия по центральной части города. Мы находимся у ключа Мариинской водной системы. Вот именно здесь располагалось самое первое сооружение полушлюз Доваланта. Построен он был в 1810 году. Что такое полушлюз? Сооружение, которое могло пропускать сюда только в одну сторону. В первые 12 лет движение по Мариинской системе было односторонним. Можно было провести грузы только с Волги на Балтику. В круглом столе приняли участие специалисты и эксперты регионального и федерального уровней, в ходе работы которого прозвучали доклады о перспективах развития туризма в Итигорском районе. Заместитель начальника Департамента культуры и туризма Вологодской области Дмитрий Шевцов обозначил роль нашего района в инвестиционном проекте по созданию туристско-рекреационного кластера «Русские берега». Проект «Русские берега», куда попадает также Витегорский район, то есть это Череповец из Горячее Сердца русского севера, Витегория – Корабельная сторона, берег русской старины – это Русь-Кубинский район, Белорьевский район – Приозерный, северный ферроид и Кирилловский район и русские берега Непольской области – это Шестинский район. Значит, вот эти все муниципальные образования у нас имеют виды туризма. Это культурно-вознавательный и круизный туризм по Волгобалтийскому водному пути. Проходят от 760 до 830 судов со стоянками в Витегоре, в Шексне, в Кириллове, в Череповце. 130 тысяч туристов проходит на этих теплоходах, и половина из них – это иностранцы. Особое внимание было уделено вопросу соблюдения требований к сохранению историко-культурного наследия Витегорского района. Культурные ландшафты, которые очень-то давно уже охраняются во всем мире, и понятие это введено, в том числе и при сохранении Витегорского района. На территории Витегорского района, именно рассматривая вот эти сохранившиеся, может быть, даже в университетном состоянии, остатки Малининской системы сегодня представляют именно такой комплекс культурных ландшафтов, которые можно и нужно охранять, именно во втором виде, в каком-то сохранении. Все они сами по себе имеют очень высокую историю культурной ценности. Тема уникальности и неповторимости Мариинской водной системы Витегорского района была освещена в докладе кандидата географических наук Екатерины Соколовой. От уникальности ландшафтов, которая сыграла большую роль в истории освоения и Вологодской области, и Витегорского района, мы пришли вот к тому комплексу наследия, в котором Мариинка, без сомнения, играет центральную роль. Мы проводили большую работу по оценке историко-культурного и природного потенциала муниципальных образований Вологодской области. За исключением учреждений культуры, Витегорский район здесь занимает везде первая позиция. В целом, по интегральной оценке, шестое место, но это с учетом, что у нас еще учитывались два муниципальных образования, это Вологды и Череповец. Экспертам был презентован также проект благоустройства набережной в городе Витегора. Проектным предложением, направленным на согласование в Минстрой, предусматривалось комплексное благоустройство участка набережной от улицы Луначарского до улицы Урицкого. Было более детально проработано воссоздание входа в парковую зону со стороны улицы Луначарского, созданием символичных таких стилизованных ворот в деревянном исполнении. Здесь же начинается трасса велодорожки с велостоянкой, которую просили горожане. И воссоздан мощеный спуск на набережную. Предусмотрели как некую доминанту строительство ротонды. Соответственно, продумано было и место для проведения общественных мероприятий. Их предусмотрено два. Но в первую очередь предусмотрели место с сухим фонтаном. Большое мощеное общественное пространство, на котором могут собираться в Итигоры и проводить интересные культурно-массовые мероприятия, праздники. Ну, соответственно, в перспективе предусматривается дальнейшее развитие этой территории. Предпосылки развития планировочной структуры города Вытигра с учетом историко-культурного наследия. Так звучала тема основного доклада «Круглого стола». Город Вытигра, несмотря на то, что является малым городом, обладает таким историко-культурным потенциалом, достойным определенного статуса по своей историко-культурному уровню, как средний или крупный город, обладающий наследием не только нашего национального достояния, но и достояния всего мира. Это, конечно, в первую очередь необходимость воссоздания исторического наследия. Это Мариинская водная система. Необходимо срочно навести ревизию сохранившимся историческом наследии города и скорректировать всю имеющуюся градостроительную документацию, которая на сегодняшний день не учитывает все градостроительные факторы развития города, его наследия. Поэтому прорабатывается комплексная программа воссоздания историко-культурного наследия города Вытигра. По итогам работы «Круглого стола» был определен ряд приоритетных направлений в сохранении историко-культурных ландшафтов Вытигра и района. Я понимаю, для чего я приехал. Я приехал, конечно же, оказать всестороннюю помощь городу, как самая большая организация, архитектурная, общественная организация. И я приехал для того, чтобы, конечно же, сказать, да, Союз архитекторов поможет во всех начинаниях, который будет способствовать развитию этого края. Потенциал у Вытигра колоссальный. Понимаете, вот, наверное, ну, я, наверное, скажу, не в пользу многих исторических поселений России. У них, у кого что, конечно, но, наверное, поменьше. Но чтобы были объекты, вот, Мариинская система, это объект федерального уровня. Вы понимаете, охрана, понимание, восхищение, я бы так даже сказала. Уникальные совершенно объекты. И сегодня коллеги говорили о том, что все-таки надо прорабатывать вопрос о постановке именно этого объекта в памятнике ЮНЕСКО. ЮНЕСКО, это будет большой просто подарок всем туристам, которые захотят изучать культуру России и просто, может быть, познакомиться разово с ней. Но это, это объект. Это объект, который нужно насыщать инфраструктурой уже туристического толка. Совершенно великолепная экскурсия была сегодня по городу. Совершенно потрясающая история. Но эта история воспринимается ярко, когда она объединена в некое единое целое. Потому что, если мы разобьем вот эти, ну, как бы отдельные фрагменты, вот это один храм, это один какой-то домик, это вот, значит, это одно озеро, ну, казалось бы, ничего особенного. Это не шедевры мирового масштаба, это мы прекрасно знаем. Но сила и очарование и вашей земли именно в том, что это было отсоединено вот в очень элегантную, в очень романтичную, привлекательную сегодня вот эту меко-историческую систему, которую, конечно, надо возродить. Эксперты отметили высокий потенциал вытигры и района, где сохранились природные места, рукотворные ландшафты, памятники архитектуры. Обозначили необходимость организации экспертного сообщества по дальнейшему более детальному определению количественных и качественных характеристик Мариинской водной системы, ее универсальной ценности, как потенциального объекта всемирного наследия. Перед администрациями района и города поставлена задача разработать комплексную программу возрождения малого исторического поселения города Вытигра на основе развития туристской индустрии с воссозданием историко-культурного ландшафта и сохранением духа места территории. Малые города – это тоже Россия, причем это и есть Россия, я считаю. Нужно эту тенденцию восстанавливать. Поэтому по итогам сегодняшнего мероприятия, я надеюсь, что мы, заручившись поддержкой этих людей, этих экспертов уважаемых, дадим толчок развитию именно малых городов. Ну, в первую очередь, конечно, наши любимые вытигры.